Что Дева Мария, Богородица, Богоматерь, дает людям сегодня? Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня продолжение очень интересной и важной темы. Что дает Дева Мария нам всем сегодня? Мы вновь собрались в студии воззнаменования 30-летней годовщины телекомпании «Три ангела» Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина, для того, чтобы говорить о том, что самое главное не только для нас, не только для телекомпании «Три ангела», а то, что самое важное для всех людей на Земле – это Евангелие. Сегодня уже третья встреча. Мы надеемся, что у вас складывается, ну, или начинает только складываться картина, как Коля сегодня сказал, что это еще только начало вступления к Евангелию. Вот, и мы с вами начали на прошлой встрече разговор о Деве Марии, о Богоматери, о Богородице, разные у нее имена, но сущность великая и одна. И вот об этом мы и будем продолжать говорить сегодня. Давайте вспомним, о чем мы поговорили в прошлый раз. Ну, мы остановились в первой главе Евангелия от Луки на сцене, когда Мария, Дева, приходит к родственнице своей Елизавете, которая была уже шестым месяцем беременна Иоанном Крестителем, будущим пророком. И то, что Мария, как вот она поразилась тому приветствию, которое ангел ей, явившись ангел, ей сказал. Она вот это приветствие ее поразило. Мы говорили вот об этом, что ее так поразило. Это то, что ей ангел сказал о том, что она будет матерью сына Божия? Да, но он сказал ей фразу такую «благословенно ты между женами». Вот это ее смутило больше всего. И мы с вами остановились вот на тексте 41-м, когда Елизавета услышала приветствие, как уже Мария поприветствовала Елизавету. И Елизавета услышала приветствие, и у нее взыграл младенец. Вот эта сцена мы закончили на этом. И у Елисофеты сразу было откровение от Бога. То есть откровение о том, кто к ней пришел. То есть она же до этого не знала. Ну да, вот мы по этому читаем в 41-м тексте. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в очреве ее, и Елизавета исполнила святого духа. И дальше воскликнул громким голосом и сказала, что благословенно ты между женами. Обращаясь к Марии. Обращаясь к Марии, дословное приветствие ангела, о котором мы с вами говорили раньше. И дальше. И благословен плод чрева твоего. Вот такие вот слова. То есть Мария ей об этом не говорила? Нет. Ей открыл Господь. Дух святой даже. Вот тут сказано, она исполнился святым духом, и вот от духа ей было вот это откровение, которое она совсем не знала еще. Вот что такого особенного мы с вами узнали о Деве Марии из прошлой встречи, что важно для нас сегодня, вот какие моменты. И затем мы перейдем уже к новым каким-то откровениям, которые Господь дает нам сегодня о Богоматери. Мы говорили о ее послушании, Слову Божьему, как она сама потом выразила это чувство. Да будет мне по слову твоему. Вот об этом мы говорили. А мы обнаружили в Священном Писании, что Дева Мария была Матерь Божья, что она была рождена каким-то сверхъестественным образом, может быть, тоже непорочным зачатием. Нам дает Священное Писание какое-то, ну что ли, сведение о том, что она сама обладала какими-то сверхъестественными качествами. Или все-таки она была человеком, она была женщиной в полном смысле этого слова, вот согласно странице Священного Писания. Вообще вот о непорочном зачатии Девы Марии говорит, скорее всего, только предание. В Священном Писании таких свидетельств нет. О том, что родители Девы Марии или что мать Девы Марии зачала ее тоже непорочно, об этом в Библии ничего не говорится. Да, и вообще о родителях Девы Марии мы не знаем. А что-то сверхъестественное в ней, как в ребенке, как в подростке, как в девушке проявлялось? Нет, ничего. О ней очень скудно говорится, о ее детстве вообще не говорится. О детстве Иисуса – да. А на ее, во всяком случае, я не помню такого. Вот, и тем не менее, к этой простой девушке, которая только еще помолвлена со своим будущим мужем, к ней приходит Святой Дух. К ней приходит Ангел. Да, к ней приходит Ангел. Совершенно верно. И что он ей сообщает, этой девушке? Что она… Радуйся, благодатная. Почему? Господь с тобою, благословенно ты между женами, как вы уже сказали. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, чтобы это было за приветствие. И сказал ей Ангел, не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И в чем заключалась эта благодать? Благодать в том, что она зачнет и родит Господа. То есть она зачнет от Духа Святого. Вот все-таки что же такое было особенное в этой девушке? Ведь на самом деле она единственная женщина из всех, когда-либо живших на земле, и из тех, кто когда-либо будет жить, кому доверена эта честь, что от нее родился Господь Иисус Христос. Что же было такого особенного в этой девушке? То, что она была послушна Слову Божьему. То, что она была чиста, скромна. Скорее всего, уважала своих родителей, потому что она жила по Слову Божьему, предписывающей уважение родителям. Ну, все самое чистое, все, что мы знаем чисто на земле, мы как бы воплощаем в этой богобоязненной девушке. Чистой, честной, скромной. А откуда это было в ней? Ведь вот чистых и честных, и скромных девушек много на свете. Откуда это берется? Это берется от благодати, которая дается, в общем-то, каждому человеку. И кто-то откликается на эту благодать, кто-то нет. Это уже зависит от каждого человека. Мы не знаем, почему один откликается так, другой по-иному. Но то, что Мария откликнулась на эту благодать с полной отдачей в свое сердце, это 100%. Почему это произошло, мы не знаем. И благодать заключалась в чем? В том, что она послушала Слово Божьему и повиновалась, что ли, Богу. Она открыла себя, Господь сказал, да будет, то есть делай со мной, собственно говоря, что ты хочешь. Будет все в твоем плане, в твоем вене, в твоих руках, а я покорный твоя раба, что ли. Вот можно ли сказать, что именно это и дает нам знание, библейское знание о Деве Марии сегодня? Что будь покорен Богу, но можно сказать, что она, например, вот через силу была покорна? Вот ей сказали, смотри, будь покорна Богу, а то плохо тебе будет. И она стала покорна. Или это все-таки от души у нее шло? Это шло, конечно, от души. Потому что вот ей вопрос тоже, как это будет, когда я муж не знаю. То есть говорит о ее сердечии, не говорит о ее ропте, о каком-то сопротивлении, но говорит о просто каком-то небольшом недоумении, что ли. Как это такое чудо может совершиться со мной? Да. Как я могу быть беременна, если у меня нет никаких отношений с мужчиной, если я девушка? Ну да. Хорошо. Давайте дальше тогда рассматривать, что же Священное Писание рассказывает нам о Деве Марии. Вот Николай начал уже говорить про то, что она пришла к своей двоюродной сестре, прошла, кстати, огромное расстояние для этого. Вот давайте про это еще поподробнее поговорим. То есть она пришла к определенному человеку. Почему? Мы тоже говорили в прошлом Паргарине. Почему? Потому что родственную душу тянет к родственной душе. И когда она узнала, что Елисавета беременна, и беременна не просто, как при необычных обстоятельствах, в ее возрасте, в смысле в возрасте Елисавета, когда уже не рожают детей, и так далее. И откровение ангела, которое было дано Захаре, его умолчание, вот это все необычные обстоятельства, она поняла, что это тут действие Бога, Духа Святого. Ее тянуло к Елизавете. Она, кстати, сама нуждалась в удобрении, в ободрении, в каком-то утешении, в подкреплении веры. И она пошла туда. Единственный человек, который мог ее понять в то время и на том месте, это как раз Елизавета. Елизавета была беременна Иоанном Претечей. И отец этого мальчика был Захария. И они оба, и Елизавета, и Захария, были уже в очень преклонных годах. Захарий, если вы помните, нашу первую программу, он был священником, он служил в свою очереду при храме. И вот он не поверил ангелу, вот то, что Лена подняла этот вопрос, что обращается ли человек к Богу. Захарий не поверил ангелу, что Бог к ним придет. Ну вот, вас не смущает это приветствие, которое смутило Марию, благословенно ты между женами? Ну, оно уж как-то накладывает такие. Ну, вообще, вот это дословно напоминание Марии, когда Елизавета приветствовала словами ангела, это был первый такой звоночек такой, что ты пришла туда, куда надо. Здесь тебя так же понимают. Тут те же слова говорят, то, что ты слышала от ангела. Поэтому ты правильно сделала, что пришла. И вот это приветствие, оно как бы созвучно с приветствием в древней книге Сути. Написано вот такое тоже вот в пятой главе, в двадцать четвертом тексте. «Да будет благословенно между женами и Аиль, жена Хевера Хиньянина». «Между женами в шатрах, да будет благословенно». То есть, по сути, те же слова, которые слышала Мария. А Аиль, мы помним, может быть, из Ветхого Завета, это женщина, которая избавила Израиль от грозного виночальника Хананея, Всесары. И вот такие слова она услышала в свой адрес тоже. «Благословенно ты». То есть, опять же, знание Священного Писания, может быть, это тоже то, что дает нам эта история и о Марии, и о ее двоюродной сестре Елизавете. Вот опять же помогает, да, что понять, вот о чем к тебе Бог обращается. «Благословенно ты между женами». Еще приветствие мы можем найти такое же. Руфь 3.10. «Воос сказал, благословенна ты от Господа, дочь моя». Это было сказано Руфи. То есть, вот, как бы, человек говорит о том, что другому человеку, что ты благословен. Это приветствие такое, ну, уважительное, особое, как бы. Основанное на Священном Писании. И основанное на, да, Священном Писании. То есть, человек считает встречу с другим человеком, ну, неким благословением, что ли, какой-то особой радостью. Вот как было бы здорово, если бы так тоже встречали друг друга с такой вот радостью, говорят, благословен ты Юля, благословен ты Илья, да. То есть, мы бы радовались, вот, как бы сказать, встреча, друг с другом. И ценили бы это как подарок от Господа. Что, да, вот этого человека мне сейчас послал Господь, и мне так приятно, что он это сделал. Мне хорошо видеть с этим человеком. Наверное, было бы больше, ну, мира, что ли, на земле, если бы вот люди ценили каждую встречу с дорогим человеком таким вот образом. Очень здорово, дорогие друзья, мы вам хотим сказать, благословенны вы то, что мы сейчас для вас служим, раскрываем Священное Писание, и то, что вы в это время с нами. Пусть нам Господь как можно больше даёт из Священного Писания, чтобы мы узнавали из Него. Ну что ж, надо запоминать благословенно. Благословенно ты. Трудно, конечно, это слово. Но зато оно как бы учит. Когда мы приветствуем, в нашей культуре как-то принято «здравствуйте». А тогда говорили «радуйся». Да, здравствуйте, будьте здоровы. Это тоже пожелание благословения для человека. Потому что о здоровье печётся каждый в нашем мире и полагают, можно сказать, даже средства, которые есть у каждого для того, чтобы быть здоровыми. Потому что это самое ценное, что есть у человека. Жизнь. И тоже полностью зависит от Бога. То есть это то благословение, которое даёт Бог. Ну вот Елизавета, она свою радость ещё выразила другими словами. 43 стих. «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Вот так вот ещё выразил. Такое почтение оказал ей Господь. И она вот эту радость свою выражает. А вообще, Мария была бы рада этой встрече тогда? Надо посмотреть. Вот как Юль заметила правильно, что она огромный путь проделала. Путь, если предположить, что левиты имели город в Иудее-Хеврон и с предместьями, и ещё несколько городов, то от Иудеи до Галилеи, где жила Мария в Назарете, расстояние примерно как от Нижнего Новгорода до Уриня. Или до Кинишмы, например. Около 200 км? Около, да. Компания 170 вот так примерно. То есть вот такое расстояние без электричек, без такси. Даже без осла. Как она проделала этот путь? Без вечного живота. На попутках, то есть на попутных ослах. Ну не знаю. Скорее всего, пешком так она и проделала его. Кто-то, может, на тележке подвёз. Ну не знаю. Но здоровье укрепляется от хождения пешком. Решиться надо было на это, да. Всё-таки туда, в такую даль, куда-то на юг с севера. То есть вот... Могу какой-то итог подвести сейчас, что опять же Священное Писание нам даёт о... Ну какие знания нам даёт Священное Писание у Деви Марии? Что нужно всё-таки стремиться к родственной душе, да? Что вот она прошла этот огромный путь для того, чтобы быть рядом с человеком, близким по духу. В тот момент, когда всё равно у неё было смущение, я не могу себе представить, что женщина, девушка вдруг сверхъестественным образом забеременела без участия мужчины, и чтобы она была совершенно безмятежна, совершенно спокойна, то есть с ней произошло что-то очень-очень необычное. И она пошла к тем, кто близок. К тем, кто поймёт. Тем, кто, ну что ли, доверяя, имеет те же идеалы, что имеет... И движимы одним духом ещё. Да, и движимы одним духом. К единоверцам. Ну вот дальше тоже. Приветствия ещё, Елизавета, не закончилось. 44-й и 45-й стихи. «Ибо когда голос приветствия твоего дошёл до слух моего, взыграл младенец радостно в очреве моём, и блаженно уверовавшее, потому что совершится сказанное ей от Господа». Ну вот сложно довольно-таки. Давайте немножечко расшифруем. То есть взыграл младенец в очреве Елизаветы. Это Иоанн Предтеча, да, взыграл в тот момент, когда пришла Мария. Ну это не было не просто толчки обычного младенца, это был какой-то другой, то есть знак от Бога что-то, потому что она поняла, Елизавета поняла, что это вот пришла именно та, кто родит нам Мессию. То есть тоже ей святым духом была открыта. Несомненно, да. И вот поговорка такая у нас «Блажен, кто верует на слуху». «Блажен, кто верует, тепло ему на свете». Это где-то из каких-то, это известные такие строки, я не помню, у кого участка. Ну, мне кажется, истоки отсюда идут. И блаженно уверовавшее. То есть вот потому что совершится сказанное ей ныне. Что мы понимаем вообще под блаженством? Блаженно это кто? Счастливый. Помашу? Счастливый, радостный, довольный. Хорошо, а как люди понимают, вот ладно, мы с вами, а вот зритель наш, как понимает, интересное слово «блаженство», «блаженный». Ну, может быть, блаженный на Руси с какой-то отрицательной окраской, может быть. Ну, то есть блаженными называли не совсем людей в своем разуме. То есть, но тем не менее, к ним прислушивались. Они были проводниками голоса Божьего. Они могли обличать, они могли предупреждать и могли действовать таким образом, что люди к ним прислушивались, несмотря на то, что считали их не совсем от мира сего, что называется. Ну, наверное, да. Вообще, с греческого «макариус» вот такое слово «блаженный», такое хорошо звучащее, означает действительно счастливый. «Человек счастливый». И просто было сказано, что ты счастливая женщина, потому что поверила. Вот такого смысла, что приветствие произнесла Елизавета. Счастливая. И ничего, конечно, общего это «блаженный» не имеет ни с безумием, ни с каким-то там состоянием, может, особой святости. И просто человек счастлив. Вот ты счастлив, потому что ты поверила Богу, приняла Его Духа, приняла Его Сына. «Блаженного верующего». Другими словами, ты счастлива, что ты веруешь. Можно сказать, что тоже вот это то, что дает нам знание о Деве Марии, что мы блаженны, когда мы верим. Она была человеком таким же, как мы. И она поверила Богу. И Бог дал ей возможность быть Матерью Христа. То есть блажен тот, кто верит, тот, кто верит Богу. Но мы в то же время говорили, что это не слепая вера, что она была основана на Слове Божьем, на знании Слова Божьего. Это тоже важно. То есть не просто поверил человек, а его вера основывается на Слове Божьем. Мы же приводили примеры, что вот так Господь обращался и к другим людям. Приходил, и она имела опыт чтения Священного Писания. И поэтому всего скорее, что это было именно доверие, основанное на Слове Божьем. И она названа счастливой, потому что Бог ее благословил вот таким неповторимым, уникальным благословением. Никто больше на Земле такого благословения не получил. То есть такого посещения не было ни у кого. Еще ты счастлива, потому что обязательно совершится то, что Бог сказал. Оно 100% исполнится. И еще очень важная мысль, мне кажется. Ты счастливая, потому что Бог верит в тебя. Не только ты веришь в Бога, но и Бог верит в тебя. Может, ты вообще Бог верит в нас, в людей? Как вы думаете? Еще как. Он доверяет нам. Хотя мы не всегда верны, а остаемся ему. Вообще, да. Бог, он... Как вот объяснить его характер, его любовь к нам? Он доверяет людям, которым доверять-то, в общем-то, нельзя. И это он делает... Потому что любит. Ну да. И доверил самое дорогое, что у него есть. Сына своего, крошечным младенцем, человеку слабому, смертному. Мы не скажем, что там, какому-то нечестному, наоборот. Он выбрал самое лучшее, но выбрал слабое существо все-таки. И доверил ему своего младенца, сына. Да, и тем более в то время женщины вообще нуждались в защите, и особенно в защите мужчин. Потому что если женщина без мужчины, то она была как бы не защищена и не имела даже самого необходимого — это пропитание. Только и здесь вот мы видим, что все-таки Иосиф тоже был человеком, которому Господь доверял. Доверил самое дорогое. То есть доверил женщину, через которую будет рожден Иисус Христос. Иосиф, а вас не удивляет, что про Иосифа ни слова не сказано? У Луки. Вот у Луки нету, а в других Евангелях есть. Он говорит о женщинах. Ну, а Захария тоже проявил недоверие, казался слабым. И он говорит о слабых женщинах. Да, да, да. Иосиф Бог доверил своего сына, самое дорогое, что у него есть. Иосиф ведь тоже проявил недоверие в какой-то момент по другим Евангелям. По Ивангелям от Матфея, да. Но мы Ивангелям от Матфея как бы обошли. Ну, да, иногда к нему мы обращаемся все-таки, как и к другим текстам Библии. Ну, вот Лука об этом почему-то нам не пишет. Ни о Иосифе, ни о его встрече с ангелом, ни о его слабости, ни о его силе не пишет. Ну, вот тем более, как это удивительно, что женщине, слабому существу, вот пример Девы Марии дает, ну что ли, воодушевление, дает ободрение, что, ну вот, женщину выбрал Бог, простую, слабую. И она поверила, в отличие от мужчин, что муж Елисавета Захария, отец Иоанна Предтечи, что земной муж Марии, Иосиф, с которым она не была близка до тех пор, пока... Ну, во всяком случае, мы точно знаем, что Иисус Христос родился без какой бы то ни было близости между ними. А вот мужчинам не удалось воспринять, поверить тому слову или той вести, которая была от Бога. И Бог ее снова благословил, потому что дальше мы читаем ее вдохновенную речь, можно сказать, а лучше сказать, песню. Марии? Да, поэму, что ли. У нас пока, если вот мы, мы же ведь тщательно, так очень медленно, как вы чувствуете, исследуем Евангелие от Луки, вот была уже песнь к этому моменту, песнь Елисаветы. Нет, сначала, наверное, да, была песнь Елизаветы, теперь песнь Марии. Вот, и потом еще поможем... Еще будет одна, да? Да, еще будет одна песня. Хорошо, я тогда прочитаю, да? Да. 46 текста Евангелия от Луки. «И сказала Мария, величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге спасение моего». Вот давайте немного остановимся на этом месте, потому что здесь очень важные слова были сказаны. «Величит душа моя Господа». Вообще, на латинский язык перевели эти слова так. «Магнификат, анима, меодоминум». И вот эти слова, первое слово «магнификат», оно вдохновило многих композиторов на многочисленные кантаты, матеты и другие духовные произведения, хоралы. Особенно известны кантаты Баха, которые так называются, «магнификат». Я долго думал, что же это такое за слово «магнификат». И в пояснениях, в конце концов, нашел, что вот откуда. Это из Евангелия, кажется, это песнь Марии. Песнь, которая вдохновенна, она навеяна не просто радостными чувствами, она навеяна еще святым духом, потому что там, кроме всего, еще и пророчества. А вот 47-й стих, если мы посмотрим, отличается еще одной мыслью. «Возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем». То есть Мария признает, что ей нужен спаситель, и спаситель этот только Бог. Человек, нуждающийся в спасителе. Да, давайте подчеркнем это. То есть что дает нам Мария, Богоматерь, сегодня? Она говорит о том, что величит душа моя Господа. Ну, то есть, во-первых, это пример всем верующим. А во-вторых, она подтверждает свою нужду в спасителе. Она говорит о том, что ей нужен Господь, спаситель, которого она пока носит в очреве, но он ей нужен как спаситель. Да, и только благодаря крови его она может быть спасена, как и всякий человек на земле. Каждый нуждается. Мы в конце подметим еще, перейдем текст библейский на эту тему. Но вот дальше давайте почитаем с 48 по 50 еще. Что призрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут называть меня блаженной все роды, что сотворил мне великое, сильный и святое имя его, и милость его в роды родов к боящимся его. Ну, вот, очевидно, у Елены новый перевод в Библии. В моей написано, что будут ублажать меня все роды, и сотворил меня величие и сильный. У Елены более правильно переведено. Более близко к оригиналу. Ну да, да, потому что значение слов да. Но вот здесь, вот эти слова, которые приняты здесь, в моем синодальном переводе, они дают повод думать, что Мария какая-то особая, блаженная, во-первых, и великая. Человек великий, человек такой особой святости. Какие слова? Будут ублажать меня все роды, ублажать меня. То есть называть блаженной правильно, да. И называли блаженной не только, кстати, Марией в Библии. Вот если вы помните такой персонаж, как Лия, вот почему-то сегодня... Лия, жена Иакова. Да, Лия, жена Иакова первая. Из Ветхого Завета. Из Ветхого. Почему-то Лию никто не ублажает сегодня. Или вы слышали об этом что-то? Что ее обожествили? Нет, не слышали. Что ее ублажает все роды. Но если Мария до нас дошла, то ублажение Лии до нас не дошло, во всяком случае. Хотя о ней написаны те же самые слова. Те же самые слова, да. Вот, это в Ветхом Завете. Содел мне великое, правильно, да, вот так и должна звучать вот эта фраза. Бог соделал великое дело. То есть не она соделала великое дело, а Бог ей соделал великое дело. Не то, что она, а Он не сделал ее какую-то великую из нее, а Он в ней сделал великое какое-то дело свое. И мы понимаем, какое. И она постоянно говорит, святое имя Его. Да. То есть она нуждается в Спасителе и святое имя Его. Вот 51 стих говорит, что Он явил силу мышцы своей, рассеял на обменных. Помышлениями сердца их. Рассеял на обменных помышлениях сердца их. Ну тут особо... То есть выходит, что надменные сами себя... Рассеивают. Да, сами себя рассеивают помышлениями своих сердцем. Пожалуй, зло. Сделал зло, пожалуй, зло. Посеял зло, пожалуй, зло. Да, да, все правильно. Именно так. То есть Бог не есть Бог надменных кичливых. Он им противится. Да, да. А Бог наш, Бог скромных, чистых. Отзывчивых, податливых на Его Слово. Вот подобно Марии. А можно сказать, что Бог не любит, что Он ненавидит кичливых, злых? Это же ведь не так. Бог ведь одинаково любит всех людей, да? А в чем тут дело-то? Почему Бог не откликается на то, что говорят надменные, на то, что говорят кичливые? Тут просто даже, мне кажется, не Бог не откликается, а человек, который сам в себе, он сам в себе глава. И поэтому он не слышит Бога, а не Бог его не слышит. Бог-то его слышит и посещает. Единственное, что не может такой человек вот именно принять и поверить, довериться Богу. А вот дальше, может быть, пояснение есть, 52-й, 53-й. Не заложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. Вот идет такое противопоставление. Бог любит всех, конечно, но Он не говорит, что Он не любит там вот тех, как-то, или там пренебрегает ими. Он их рассеивает, написано. Рассеял надменных помышлениями сердца их. Помышлениями сердца. Я подумал плохо. Я уже как бы среди рассеянных. Потому что я подумал не то, что угодно Богу, а то, что, может быть, ранить кого-то или принести какой-то вред. И Бог, Он вступается за тех, кто смирен сердцем, миролюбив. Но даже если мы вспомним с вами Нагорную проповедь Иисуса Христа, то именно там Он говорит, блаженны нищие духом, блаженны кроткие, ибо они утешатся. То есть опять блаженство. То есть это счастливы те, кто не думает о себе более, чем должно думать о себе. Потому что когда ты начинаешь думать о себе более, чем должно, то бойся как бы не упасть. И как здесь написано, как бы не быть рассеянным. Да, вознес смирение. А сильных не заложил с престола. Действительно, как падает. Да, да. То есть вот это вот самовозвеличивание, оно в принципе ведет человека к падению. То, что я перестаю слышать, перестаю слышать Бога. То есть я сам себе глава, я повторяю. Сам себе враг. Сам себе, да. И заканчивается песня прославлением Божьего народа. Мария, она не только Бога прославляет, она еще народ свой Божий прославляет. Воспринял Израиля, отрока своего, воспоминув милость, как говорил отцам нашим, и Аврааму, и семьи его до века. Вот такая песня. И Аврааму вспомнила, и семьи его. Это же обетование ветхозаветнее. То есть Мария, у нее в голове вот священное писание. Весь этот текст, ее песня, она, наверное, псалмами. Можно несколько найти, если не прямых читать, то хотя бы мысли оттуда. Она вот этим живет, она этим питается. И она это произносит уже как возвышенную поэму или песню. А можно сказать, что она же не вела какой-то отшельнический образ жизни. Она же ведь не была человеком, который мог все свое время посвятить исследованиям Священного Писания. То есть опять же, что дает нам пример Марии сегодня? Она просто находила время, она имела желание сердца исследовать то, что говорит Бог. Да. И кроме того, вот этого всего прочего, она неотъемлемая часть Израиля. Она вот так себя осознает, что она вот часть этого народа. Божьего народа. Она этим гордится, она как бы призывает Бога благословлять этот народ. Среди которого родится Мессия, то есть Христос. Ну и явно, да, мы видим, что она была еще молодая девушка, да, и она была воспитана благочестивыми родителями, которыми было привито ей чтение Священного Писания. Это тоже важно, потому что мы говорим, что она вспоминает цитаты из псалмов, из других книг Ветхого Завета, где она действительно как бы вот именно как бы видит и то пророчество, которое было дано Аврааму, вот она видит исполнение этого пророчества именно вот в благословении ее то, что от нее родится Спаситель. И что она, мало того, сама нуждается в этом Спасителе. Это вот очень важно понимать, что она понимает свою зависимость от Бога. Не свое превосходство в чем-то, а свою зависимость. Вот интересна мысль Лены, интересен вот этот 56 стих, который говорит о том, что пребывала Мария с Еднею, то есть с Елизаветой, около трех месяцев и возвратилась в дом свой. Три месяца она была с Елизаветой. Почему три? Помним, что шесть месяцев. Да, рождение уже Ивана приближалось. Ей, который вот про пророчество говорит, говорил об исполнении пророчества, и самой захотелось участвовать в исполнении вот этого пророчества, которую получила Елизавета и Захария, но и о котором она сама слышала. Пророчество рождение Иоанна Крестителя. Да, она хотела вот это, убедиться воочию, что оно совершится, поучаствовать тут. Ну и, конечно, главная-то ее мысль была поддержать Елизавету здесь. Елизавету мы помним, да, в летах преклонных. Роды, ну, наверное, непростые были. А может быть, я не знаю, под Божьим участием. Но, тем не менее, все опасались, как же человека так вот в таком вот возрасте себя… Ну, и вот она поэтому и оставалась три месяца здесь, как и сказано в 56-м тексте. И представляете, в каком блаженстве они находились обе? Мало того, что пророческое слово исполняется через них, да, в них, можно сказать, возрастает это слово пророческое, да, и не так уж долго ждать. Девять месяцев – это все-таки не такое ожидание, как мы уже ожидаем столько времени второго пришествия нашего Господа. Вот. А тут, ну, девять месяцев – это довольно-таки короткий срок. И исполнение пророчества на твоих глазах – это вообще чудо. Вот здесь можно вспомнить опять те слова «блаженного верующего». То есть счастливый человек, который верит всему тому, что говорит Бог, участвует в том, что участвует Бог. Ну, и в то же время, опять же, подчеркнем, что вот эти слова библейские «блаженного верующего» не дают повода считать Марию безгрешной. Абсолютно. И дают повод считать как раз Марию нуждающимся в крови Христа, в спаситель его. Потому что слово Божие четко и ясно говорит – нет праведного на земле, ни одного. Все согрешили и все абсолютно лишены Божьей славы. Ну что же, мне кажется, очень интересное обсуждение. Может быть, хотелось бы еще подольше поговорить, потщательнее. Ну, это на самом деле такая бесконечная тема. Но, наверное, сегодня мы завершаем эту часть Евангелия от Луки. Надеемся, дорогие друзья, что вам интересно, что вам полезно. Пожалуйста, пишите нам обязательно. Мы будем очень рады ответить на любые ваши вопросы. И спасибо за то, что провели с нами это время. Ждем следующих встреч с вами, когда мы продолжим рассуждение над Евангелием от Луки. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин